преподобный максим исповедник и его главы о любви минуты расставания с близкими кто их не переживал хочется сказать самое главное а если разлука предстоит с детьми то дать самое важное наставление наставление о том как не погубить жизнь свою тайная вечеря последние часы перед голгофой и христос зная о предстоящей разлуке наставляет учеников о сохранении жизни но неземной вечной он уже не облекает по учения форму притч нет ведь обращение его не к рабам но к друзьям чадом которым все открыто о чем он говорит о любви он дает ученикам а через них всему миру единственную заповедь о которой потом апостол скажет что это закон царский до любите друг друга одна заповедь и один признак сопричастности христу потому узнают все что вы мои ученики если будете иметь любовь между собой любовь кажется так все просто но простота это кажущаяся недаром апостол павел называет любовь совокупностью совершенств и дорога к стяжанию этой совокупности и сбережению ее узко и терниста длина ее длина жизни преподобный максим исповедник прошел этим путем и не только прошел сам но и оставил наставление для христиан будущих веков о том как практически стяжать совершенства духовные преподобный максим уже в детстве высказывает большое стремление к наукам и к юношескому возрасту становится блестяще образованным человеком о нем говорят при константинопольском дворе и вскоре он становится личным секретарем императора ираклия молниеносная карьера открывавшая перспективу спокойной и сытой жизни чиновника самого высокого ранга но уже тогда его все больше влечет к любомудрию стяжанию духовного опыта делательному велению бога молодой человек оставляет императорский дворец и уходит монастырь потом как бы объясняя это преподобный скажет любящий бога предпочитает ведение бога всему сотворенному им преподобный максим исповедник главы о любви молодой монах стремится к уединению созерцательному подвижничеству но церковь захлестывают мутные волны ересей монофизитство монофилидство и преподобный максим выступает на защиту православия благодаря потрясающей образованности дару слова и личным добродетелям он оказывается в самом водовороте этой борьбы за чистоту веры вся жизнь изгнания будет церковный суд и обвинение во всем оригенизме манихействе даже в язычестве а он пишет о любви нет он не пишет он поет гимн любви когда когда влечением любви ум возносится к богу тогда он совершенно не чувствует ни самого себя ничего либо из сущих озаряемый божественным беспредельным светом он перестает ощущать все тварное подобно тому как и чувственное око перестает видеть звезды когда восходит солнце сами гонения и хулиния он воспринимает как благо возможность совершенствования а верующий господу боится вечного наказания боящееся наказание воздерживается от страстей воздерживающийся от страстей терпеливо переносит скорби терпеливо переносящий скорби возымеет упование на бога упования на бога отрешает ум от земного поentre а отрешенный от этого ум возымеет любовь к богу гонимы оскорбляемый и оклеветаны едва ли не всем миром преподобный доказывает гонителям в том числе о необходимости стяжания любви истина ныне существует в тенях и подобиях стоит вернуться и обратить внимание на такие слова преподобного верующий господу не верующий в бога сущего но верующий богу на первый взгляд это понятие несущие идентичный смысл но так ли это конечно нет и бесы веруют и трепещут но не спасаются не исполняют заповеди господних суть закона по которому сотворен мир нужно верить богу верить в то что он заповедал сия есть заповедь моя да любите друг друга и преподобный объясняет как этому прийти разумное употребление мысли и вещей творится ламудрия любовь и ведение а неразумная распущенность ненависть и неведение не пища зло но чревоугодие не деторождение облуд не материальные блага а сребролюбие не слава отчиславие а любовь к богу противостоит похоти ибо убеждает ум воздерживаться от наслаждений а любовь к ближнему противостоит гневу ибо вызывает презрение богатству и славе старайся насколько возможно полюбить всякого человека но если это невозможно то старайтесь по крайней мере не ненавидеть никого однако и этого не сможешь сделать если не презришь мирских вещей и тут стоит остановиться и особо подчеркнуть что речь не идет о взращивании буквальной ненависти к окружающему миру вещам нас окружающим как носителю зла нет мир сотворен любовью бог сказал что он хорош преподобный максим исповедник особый акцент делает на том что ничто из сотворенного и приведенного бытие богом не является злом сущих нет никакого зла она лишь в злоупотреблении вещами то есть тот кто ищет оправдание своим злым поступкам отсутствию в себе любви тем что в сущем из начала наличествует зло то есть природе свойственно зло либо в неведении либо безумен зло лишь в злоупотреблении вещами которое происходит от небрежения ума о естественном возделывание сил души и пороки приключаются с нами вследствие злоупотребление силами души желательной яростной и разумной злоупотребление разумной силы есть невежество и безрассудность яростной и желательной ненависть и распущенность соответственно и вся цель заповедей спасителя состоит в том чтобы освободить ум от невоздержанности и ненависти и возвести его до любви самому спасителю и к ближнему от этой любви рождается сияние святого ведения во все его осуществленности осуществленности